Дорожный патруль 76 По статистике, превышение скоростного режима и несоблюдение разметки самые частые нарушения ПДД среди зафиксированных на дорогах общего пользования. Некоторые водители легкомысленно полагают, что лишние 10, 20 или даже 40 км в час никому не навредят, а камеры и знаки, контролирующие правила пересечения линий разметки, их только раздражают. К счастью, так рассуждают далеко не все. «Объяснять им тоже, и они, чтобы на дорогах были, и мы должны быть внимательнее, и они тоже внимательнее. А то иногда идут сейчас телефон здесь, телефон здесь и спотыкаются». «Дети должны учиться, во-первых, сами они будут знать правила дорожного движения, тем более здесь дорога расширенная, мы здесь часто ездим, дети постоянно смотрят на пешеходный переход, чтобы их пропускали. Так что это хорошо, надо учить детей правилам». Такие акции, по словам организаторов, приносят двойную пользу. С одной стороны, дети с ранних лет совместно с инспектором и педагогом наблюдают за дорожным движением, вовлекаются в процесс и деятельность юных инспекторов движения. С другой стороны, водители наглядно видят, для кого они должны быть предельно осторожными. «Будьте осторожны на дороге и соблюдайте правила дорожного движения. Письма водителя обязательно прочитайте. Профилактическая информация, газеты, которые отпускаются ГИБДД». «Я сто процентов уверен, они не будут уже нарушать движение, они будут переходить по переходу на свет и будут учить малышей. Мне совсем недавно понравился один момент. Вот вроде здесь у нас такая дорога, можно переходить, перебежать. А я проследил. Дети прошли к переходу и прошли по переходу. Это было очень замечательно». Совместные акции школьников и инспекторов ГИБДД проходят на постоянной основе. В этот раз просвещать водителей вышел целый класс. Помимо плакатов и сердечек, в руках ребята развернули целые баннеры с хэштегами на тему безопасного движения. «Вывоз на полосу, предназначенный для встречного движения, либо травмайной пути встречного направления, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Помните, что по причине выезда на полосу встречного движения и превышения скорости при движении могут пострадать ни в чем не повинные люди». В рамках акции сотрудники госавтоинспекции вместе с детьми остановили около 10 автомобилей. Все они ехали с допустимой скоростью, не нарушая никаких правил дорожного движения. Однако это не значит, что профилактика лишняя. Как показывает практика, за время проведения подобных акций на дорогах общего пользования значительно снизилась аварийность. Водители, в свою очередь, увидев детей, охотнее идут на диалог и лучше воспринимают информацию. В Угличе сотрудники госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов провели акцию с ЮИД на СИМ «Безопасно колесим». В парке детства несовершеннолетним участникам дорожного движения инспекторы объяснили основы ПДД и раздавали тематические раскраски. Родителям в это время выдавали информационные материалы о нововведениях в сфере пользования средствами индивидуальной мобильности. Место для проведения акции выбрано не случайно. Для юных спортсменов здесь оборудованы велодорожки, скейт-площадки и памп-треки. Выглядит все очень интересно. Соответственно, в любое время суток здесь массово собираются дети и их родители. Тем не менее, многие отдыхающие, как выяснилось, хоть и знают правила безопасности передвижения на самокатах и велосипедах, но порой пренебрегают ими. Катаетесь по центру на велосипедах? Да. А знаете, как надо по дороге? Да. Да. Переходить только по пешеходному переходу, слазить велосипеды, смотря по странам. А по дороге можно ездить? Нет. Особенно по встрече нельзя. А если есть леводорожка? По леводорожке, но с 14 или 16 лет. Мы все активно занимаемся спортом, лыжами, велосипедами, самокатами, коньками. Всегда в защитной экипировке. Всегда. И шлемы, если даже на коньках и на лыжах, шлемы на коленнике, на запястье. Это я вот сегодня просто вышла здесь покататься по парту без защитной экипировки. А так обязательно. Велошлемы, на коленнике и на локотнике – все это средства защиты, которые в случае нестандартной ситуации помогут уберечь от синяков, ушибов и даже переломов и сотрясений. Прописные истины сотрудникам ГИБДД помогали объяснять ребята из отряда юных инспекторов. Через громкоговорители на патрульных машинах они зачитывали правила безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности. Уважаемые родители, ежедневно напоминайте детям о соблюдении правил дорожного движения. Помните личный пример – самая доводчивая форма обучения для ребенка «Берегите детей». Данная практическая работа направлена на профилактику несчастных случаев среди несовершеннолетних на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности. А проводится она в рамках инвестиционно-пропагандистского мероприятия «ЮИД за безопасность на дорогах», приуроченное к 50-летию создания отрядов ЮИД». Всем участникам акции вручались тематические буклеты с более подробной информацией об актуальных изменениях в законодательстве, касающихся использования средств индивидуальной мобильности, а также газеты с основными правилами безопасности на дорогах и тротуарах. Таким образом, организаторы в первую очередь рассчитывают привлечь внимание родителей к принимаемым мерам безопасности при самостоятельной поездке их детей, необходимости в обязательном порядке напоминать о мерах безопасности и правилах дорожного движения, а также строго определять места, где можно кататься. Мой друг – велосипед и самокат. Танцевальный флешмоб с таким названием организовали участники отряда юных инспекторов совместно с Госавтоинспекцией Ярославской области. В парке «30-летие Победы» школьники танцевали на самокатах под зажигательную музыку. После выступления сотрудники ГИБДД загадывали ребятам загадки и провели опрос на тему дорожных знаков. Летние каникулы совсем близко. Это значит, что в ближайшее время детвора верхом на своих железных скакунах заполнят улицы города. Многие из них не знают элементарных правил дорожного движения и неуверенно управляют своим транспортным средством. Из года в год это создает аварийные ситуации. Воспитанники средней школы номер 10 решили привлечь внимание родителей к проблеме необычным образом. Юные ярославцы умело совместили групповой танец и езду на самокатах. Получилось необычно, но главное – сработало. Я считаю, что родителям тоже нужно обратить внимание, потому что дети ездят сейчас, большинство маленькие. Сейчас на дорогах очень много ям, и я считаю, нужно соблюдать правила движения, чтобы нигде не упасть. И родители должны следить за детьми, чтобы тоже они не получили травму. Обстановка на дорогах сейчас тяжелая, я бы так сказала. Много аварий происходит, и поэтому надо нашим детям, третьеклассникам, четвероклассникам объяснять, как надо перейти дорогу, кого пропустить, и, конечно, ни в коем случае не перебегать перед идущей машиной. После танцев школьники перешли к интерактивной викторине. Инспектор загадывала загадки на тему ПДД и проверяла у ребят умение различать дорожные знаки. Кого-то удалось запутать внешне схожими изображениями, но большинство ответили правильно. Что за чудо этот дом? Пассажиров много в нем. Обувь носит из резины и питается бензином. Автобус. Автобус. Ребенок, самостоятельно осуществляющий движения на велосипеде, самокате, роликах, скейтборде, должен уметь маневрировать, чтобы объезжать людей препятствия на тротуаре, а также должен уметь снижать скорость и входить в поворот. И знать, что пересекать проезжую часть можно только по пешеходному переходу. За 4 месяца этого года на территории Ярославля зарегистрированы 10 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадало 13 детей. С началом летнего сезона цифры будут только расти, поэтому организаторы уверены, любая профилактика важна, тем более, если ребятам это нравится. Дорожный патруль 76 продолжает свою работу. О ее результатах вы узнаете через неделю на городском телеканале. Соблюдайте правила дорожного движения. До свидания.